Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Аксюша 2000. Меня зовут Оксана. Наконец-то я имею возможность записать это видео. Сегодня я буду рисовать по фотографии. Вот это замечательное место. Я поставлю фотографию на экран, чтобы вам было лучше видно. Этот красивый вид в Аркан-Сазе. Если вы на моём канале давно не были, то вы, наверное, пропустили такие новости, что я переехала из Калифорнии в Аркан-Саз. И уже здесь больше года наконец-то привыкли ко всему, что здесь происходит, к погодным условиям. Здесь самая главная перемена – влажность. Калифорния – очень сухой штат. Там постоянные засухи, там сухой воздух. То в Аркан-Сазе слегка повышенная влажность. И к этому надо было привыкать. Знаете, что думала не намечать ничего, но всё-таки намечу. Потому что вот здесь вот этот берег начинается где-то отсюда, и придёт он примерно вот сюда. где-то в этом месте будет дерево. Наверное, вот это чересчур у меня резкие. Где-то так. Значит, вот здесь у меня будет расти это дерево. Мне главное не дерево, а отражение. Я, в принципе, из-за этого и выбрал эту фотографию. Из-за того, что мне очень здесь нравится отражение. Сижу на скрипучем стуле. Я постараюсь фильтра звуковой поставить, чтобы скрипа не было. Но если иногда попадает, уж меня простите. Есть у меня такая маленькая кисточка. Я ей, наверное, пользовалась один-два раза из-за того, что она такая манипусенькая. Это Princeton Neptune синтетика. Мы сейчас этой синтетикой будем делать небо. У меня уже тут краски заканчиваются. В этой палитре. Вот когда краска вот так распадается, это кобальт. Это обычно более такие дешёвые бренды. Я в последнее время не обращала внимания на свои краски. И бывало, что у меня заканчивалась краска, и я выдавливала любой бренд, который есть. И вот теперь у меня... Теперь у меня в палитрах смешанные бренды. Так что я не могу сказать, чей это кобальт. Знаю точно, что это не M-gram. Кобальт M-gram такого не делает. Ну, какой он голубой. Альбом этот самый простой. Меня просят чаще говорить о моих материалах, в моих видео. Вот эти вот пятна остаются от моих рук. Я только-только кремом намазала руки, чтобы не был сухой вид на видео. В результате получается, что мои отпечатки пальцев. Краска не берётся. Но это только будет лучше. Я так думаю. Тут у нас небо. Давайте я и тут её залапаю. Пусть и тут не берётся. Это будет только лучше. Даже уже делать ничего не надо. Оно уже само хорошо высохнет. Ну, правда, если её использовать как какую-то походную кисть, тогда, в принципе, можно. Так, наверное-ка я эту зелень пока оставлю. Давайте-ка мы сделаем эти жёлтые осенние листья. Вот здесь они у нас будут. Кое-где получится зеленовато из-за того, что будет смешиваться. Здесь они уже пореже. Получается, более зелёные не мешало, чтобы они были более жёлтые, так как они выше. Но я сейчас жёлтого добавлю чуть больше. Я сейчас живу в таком маленьком городе. Называется Бентонвилл. Но на прошлой неделе я ездила на пленар в ещё более маленький город. Где-то минут сорок езды. Называется Сайлом Спринц. Там живёт всего 18 тысяч человек. Ну, как он мне понравился. Такой красивый, аккуратненький городок. И, к моему счастью, удивлению, оказывается, здесь, где я сейчас живёт, очень много художников. Это как какая-то художественная мека. И я нашла группу художников, которые каждую среду собираются для того, чтобы писать пленары. Так что вот каждую среду я теперь езжу на пленары. Наверное, из-за этого я реже делаю видео, потому что я больше рисую сейчас для себя. И как-то нет энергии для видео. Но, может быть, я как-то войду в хороший режим. Потому что, честно говоря, переезд меня выбил из колеи. Больше, чем... Больше листвы, чем у меня там на самом деле. Но ничего. Мы это так и хотим сделать, чтобы было больше листвы. Вот здесь только дно получится из-за воды. Я сейчас эту воду выберу. И теперь сразу же буду делать зелень. Здесь такая тёмная. Даже ещё темнее её надо сделать. Такая будет она у нас. Так, может, это у меня будет новое изобретение. Сначала залапать бумагу жирными пальцами от крема. А потом рисовать. Чтобы получались эффекты вот такие. Сюда мы чуть зеленее потом впишем. В смысле, светлее зелень. Здесь пусть такая ещё будет. Прямо сильно стараться не надо. Так, вот здесь у нас идёт. Вот так где-то эта зелень идёт. Небо совсем не замазать, чтобы оно было. Здесь немножечко добавить. Здесь в углу я смотрю, видно освещение за деревом. Но я его делать на картине не буду. Будет лучше без него. Теперь более яркую зелень надо сделать. Так, вот здесь у меня полоса мне не нравится из-за бумаги. Пусть нечто такое будет непонятное. Вот так. Здесь тоже чересчур влажно. Чуть-чуть выберем. И вот здесь вот так чуть-чуть выберем. Много воды сильно. Так, ну что, теперь поярче зелень. Хочется. Ну-ка, это какая краска тут. Какая-то красивенькая зелёненькая. Тут кустик такой розовенький. Я думаю, мы... Вот тут сейчас я побрызгаю пару больших брызг. Они дадут светлые пятна. И туда мы впишем розовое потом. Здесь пусть будет зелень. С этой стороны тоже. Знаете что? Вот это результат пленаров. Более абстрактно пишу. Какая-то другая методика у меня, я начала замечать, появляется. Мне кто-то посоветовал записаться на курсы американского художника. Его зовут Скотт Криштинсон. По пленару. Но он маслом пишет. Маслом, гуашью, он непрозрачными красками пишет. Думаю, может как-нибудь запишусь. Пока ещё я не готова к курсам. На это надо время. В общем, я вам хочу сказать, это просто замечательно. Найти людей, с которыми можно заниматься чем-то, что нравится. Так, ну что, теперь вот здесь. Кисточка ещё грязная. Вот здесь я хочу смочить. И вот здесь делать по-мокрому. Потому что вода, и как вы видите, там течение, наверное. Там очень много таких размытых линий, размытых участков. Я начну сразу вот с этого голубого. И он тут у меня такой тёмненький, яркий. Может, я не хотела такое яркое, но будет такое. Краска эта комочками вся распалась. Но я думаю, в этом случае это даже хорошо. У меня будут получаться эти линии какие-то. Да, краска вон прям сухая, как будто бы. Но рисует. Что такое? Давайте-ка мы голубой. У нас вот это. Значит, вот здесь где-то голубой должен быть. Вот тут можно поставить голубой. Теперь сразу же зелёный хочу вписать, чтобы они соединялись хорошо. Тут, наверное, рано я так просто балуюсь. На самом деле там всё можно сейчас и не делать. Так, зелёный. Помога быстро высыхает как. Казалось бы, такая была мокрая. Но это может ещё не потому, что она высыхает. Она волнистая стала. И вода стекла в одно место. Так, только что вот это у меня должно быть светлее. Оно-то голубое, но оно красивое, светлое. Вот этот участок красивый. Может оставлю. Пока одним зелёным, а потом буду добавлять оттенки в этот зелёный. Сюда можно розовый этот добавить. Наверное, вот этот возьму по цвету. Или даже чуть-чуть. Можно чуть-чуть вот этого добавить. Смешаю с тем, что есть, чтобы не было сильно яркое. Так, вот тут оно у меня будет. Это тоже. Будет абстрактная картина. Так, вот здесь оно у меня где-то. Ну, знаете, как я ярко делаю? Сейчас я вам покажу. У меня Альвара Кастанет показал, как это делать. Что вот этот куст, он был такой красивенький и яркий. Сначала надо вот эти мазки сделать, похожего цвета. А потом выбрать какой-то яркий, какой... О, ну это чересчур. Такой мне не нужен. Какой-то яркий такой цвет. И прям в центр этих штучек. Вот эта растечка получается... Вы понимаете, что это бумага. Если бы это был хлопок, ровненький, натянутый, то эти пятна были бы хорошие. Но оно и так уже... Даже так уже неплохо. Чтобы поставить ее, чтобы оно немножко так текло. Вон, видно, где собирается вода. А здесь нам они не нужны. Я, может быть, здесь только полосочками поделаю. Да, ну неважно, полосочками или нет. На этой бумаге оно будет течь, как хочет. Ну, пусть так и будет. Пусть течет, как хочет. Так, все равно похоже, что в какой-то розовый куст. Ну-ка. Здесь хочется немножечко... Немножечко однородность дать. Такие линии, так как я эти линии вижу в воде, я их хочу и сделать. Так. Теперь здесь сейчас пойдет вот эта желтая листва. Только она в воде не такая желтая. Да, она в воде. Какая-то коричневато-зеленая. Ну, коричневатую я не хочу делать. Что будет сразу грязь. Это надо делать быстро, пока еще все свежее. Такие вот дырочки. Сейчас я вам покажу. Вот такие вот дырки, которые касаются вот здесь, конца бумаги. Мне на самом деле не нравятся. Мне когда-то кто-то сказал, что такое ощущение, что эта вода как вниз выливается. И вот я почему-то с тех пор именно так это и вижу. Может, если бы мне этого не говорили, то мне бы без проблем нравилось. И я всегда соединяю вот эти вот участки внизу. Я их соединяю. Так, тут можно чуть-чуть сделать, чтобы по бокам, чтобы не так ярко, чтобы более ярко внутри было. Так, это вот тоже. На самом деле вот здесь зелень хочется. Ну-ка. Чтобы эта зелень была не такая яркая. Здесь нужно зелень ввести. Сейчас уже пытаюсь мазки делать по направлению воды. Уже высыхает. Ещё можно. Ещё можно. Но скоро это окно закроется. Предложение не закончилось. Ещё можно акварель вписывать. Но скоро это окно закроется. Скоро надо будет уже ждать. Смотрим, что это даст. Будет красивее или не будет. Вот здесь, правда, я вот такие мазки вижу. Больше, чем... Но как-то... Вот здесь более такие вот... Такие... Как царапины. А внизу они более вот такие протянутые. Вот это место красивое. Но... Там оно у меня тоже есть. Ладно, пусть будет. Не буду его затирать. Хотела сказать, но оно мне не надо. Но... Решила оставить. Так. Ну что, вот здесь у нас мазки есть, видны. Чуть-чуть промокнём, чтобы была какая-то... Чтобы было какое-то разнообразие. Ну что, в принципе, всё. Первый слой может отдыхать. Вот тут, правда, так и просится зелень. Вот здесь. Кисточка уже почти сухая. Иначе будут пятна. Здесь тоже. Вот это розовый попал на кисточку. И красиво как. Вот так. И вот здесь тоже. Мне кто-то... Комментарий написал, что я всегда говорю, что зелень жухнет. А вот она не жухнет. А вот вот это и пожухло. Было какое яркое место, а теперь жухлое. Ну, меня это не тревожит. Я имею в виду ни комментарий, ни жухлое зелени. Мы вот так добавим. Вот здесь прямо яркое, тёмное на картине. У меня уже это не яркое, а тёмное. Никогда не знаешь, это будет лучше или хуже, когда оно высохнет. Это красиво получилось, но по краям мы красиво не делаем. Нам нужна красота ближе к центру. Это пусть так и будет. Чуть-чуть вот тут дадим чуть-чуть. Такой, чтобы он нечёткий край. С этой стороны тоже сейчас такой же темноты дадим зелень. Цветочек будет этот немножко лучше видно. Здесь можно соединить. Всё. Сошусь на руки. Пусть высыхает. Всё. Вот это должно высохнуть. А потом детали. В принципе, вот это на пленаре так оно бы выглядело. Да, я уже, видите, привыкла к пленару, уже по-другому рисую. Всего месяца три, наверное, или четыре. Я каждую неделю на пленар езжу. Я не хочу сказать, что это улучшение. Это просто другой стиль. Это на вид уже пленарный вид. Высушила феном. Местами ещё чувствуется влага. Но, в принципе, уже работать можно. Что я теперь хочу сделать? Я хочу дерево писать. Я буду это делать китайской кисточкой. Кстати, на пленаре китайские кисточки бесполезные. Потому что ими надо вот так рисовать, а на пленаре приходится почти вертикально. Тогда быстрее бумага высыхает и вообще удобнее. Так, ну что, вот тут у нас пойдёт это дерево. И там у меня дерево такое, оно почти, ствол почти сливается с окружающей средой. Но я хочу, чтобы у меня ствол было видно. Поэтому сейчас мы нечто такое серое сделаем. Ну-ка, этот синий с комками. Ну вот, более-менее серый какой-то получился. Он, правда, сильно жидкий и сильно холодный. Ну-ка, давай вот эту возьмём, что получится. Ну, вот эта лучше. Но всё равно жидкий. Пусть у меня вот где-то отсюда начнёт расти дерево. Чуть холоднее возьмём внизу. Как вот это для ствола. Больше вот этого возьмём. Так, он у нас слегка поворачивается. Теперь поворачивается сюда. Здесь я его потеряю немножко в листьях. Вот здесь мы его найдём. Тут где-то он опять потеряется. Так, пусть пойдёт эта ветка. Вот где-то отсюда опять нам видна ветка. Эти ветки на вид даже какие-то желтоватые, наверное, отражения от листьев. С этой стороны ветки потемнее. Пусть она вот отсюда начинается, эта ветка. А где именно нам не видно, там листва. Теперь вот там, где листва, надо сделать и потемнее, и такое более кривое. Чтобы было вот тут, может, чуть-чуть видно. Когда будет больше на листву похоже. Да, обычно ветки с этой стороны рисуют. То есть, с более толстого места. Но мне чуть неудобно. Знаете, когда на пленаре рисуешь, то ни о чём не думаешь. Лишь бы как-нибудь вышло. Потому что, ну, сложно. Прям сложно. И в этой моей группе такие замечательные художники. Вот когда я их картины вижу. Даже на нескольких выставках была несколько раз. Замечательные картины. Но на пленаре я от них этого не вижу. Потому что пленары это очень сложно. Мало у кого на пленаре получаются вот такие хорошие, интересные работы. Потом, когда дома дорабатывает, тогда уже, да, замечательно выглядит. Ещё у нас здесь, в Аркан-Саде, замечательная украинская группа. То есть, все, кто тут с Украины, связались по Фейсбуку. Ну, конечно, есть человек, который решил этим заняться. И мы тут пикники устраиваем. Это хорошо, потому что друзья появляются, группа общения появляется. Так, вот отсюда. Ну-ка, давайте я прямо голубого возьму. Вот такую сделать её потемнее. Вот тут эту точку, вот где-то. Вот так отсюда. И идёт ветка такая яркая. На моей фотографии не сильно видно, но она была такая вот мощная, хорошая ветка. Вот это уже высыхает. Можно вот здесь добавить с этой стороны немножко тёмного. Ну, и теперь в эту сторону идёт ветка или дерево. И на фотографии оно, типа, светлее даже. Но на самом деле будет лучше, если оно будет темнее. Если оно будет более такое холодное. Часто бывает так, что вот в натуре освещение попадает так, что задний план, он более тёплый, более светлый. Попробуй это нарисовать, чтобы было нормально. И чтобы тебе не говорили, что ты не понимаешь, что то, что сзади, оно холоднее. Потому что, наверное, когда уже долго очень рисуешь, когда большой опыт, то принимаешь решение. И если ты делаешь что-то сзади теплее, то это не потому, что ты этого типа не видела. А потому что ты решил попробовать, что получится. Такое у меня часто бывает. Пусть оно мне потом не нравится. Планирую как-нибудь сделать видео, обзор вот этих моих пленаров, которые я сделал здесь в Арканцазе. У меня их уже много. Я на каждом пленаре делаю минимум по две работы. Так, ну что, ещё каких-то веточек добавлять. Можно и не добавлять. Так, теперь мы вот здесь сделаем такое непонятное серо-буро-малиновое. И будем рисовать это отражение в воде. Его можно рисовать несколькими способами. Можно ещё раз это намочить. Потом рисовать. И оно тогда само будет расходиться. А можно пытаться вырисовывать. Так, вот здесь в начале немножко надо отступить. Тут будет отражение берега. Здесь в начале такие ровненькие столбики прямо. И это тоже. Вот так идёт. А потом уже начинается вот эта вещь. Потом уже грибы какие-то полосы появляются. Вот тут такая она коричневая красивая. Откуда-то взялась она коричневая. Дальше мне нужен зелёный. Такой не сильно красивый. Но чтобы оттенок был всё-таки ближе к зелёному. И вот тут у нас идут теперь. Так. Ветка. Тут где-то ветка. Ближе к концу бумаги сюда эти полосы должны быть более длинные. Даже если они не кажутся более длинными, всё равно это будет красивее. Мне тут немножко неудобно. Как курочка. Руку держу неудобно. Ничего красивее будет. То, что тут курица лапой должно быть сделано. Так. Немножко. Тут можно чуть-чуть добавить. И по вот этим красным тоже надо провести. Такой грязный цвет. Вот такой пойдёт. Я же не помню, какой это день был. Был бы... Был ли ветер? Почему такая вода рябая? Это... Это такой пруд. Это... Мне кажется, он даже искусственный. Здесь тяжело сказать в Арканцазе. Здесь так много водоёмов. И они все соединяются. Речки всякие большие, маленькие проходят. И тяжело сказать, где естественные водоёмы, а где нет. Много ещё облагороженных водоёмов. То есть, которые естественные, но... Их облагородили, и они на вид шикарные прямо. Я вам хочу сказать, что здесь обстановка для людей, для жителей намного приятнее, чем была в Калифорнии. Здесь делают такие широкие дорожки, где с собакой можно гулять. Здесь много велосипедных дорожек. Очень много велосипедистов. Очень много частных самолётов. И много частных лодок. На озере, которое ездит на лодках. Люди. Такое чувство, что тут живут одни миллионеры. Так, ну чё. Вот так. Хватит. Теперь только кое-где более яркие. Поставлю я пятна. Этой же китайской кисточкой поставлю. Наверное, не эти пятна. Наверное. Наверное, вот эти пятна. Лимонные пятна. Где я хочу, чтобы так было скопление. Знаете, чё? Надо подсушить сначала. Сначала надо подсушить. Чуть-чуть. Сильно не надо, но чуть-чуть. Оно тут всё равно ещё влажное. Я буду ставить сначала пятна там, где должны быть, по идее, листья. То есть там, где я место для них оставила. Так, теперь вот здесь у меня будет сейчас соединяться, будет перетекать. Поэтому я аккуратненько поставлю. И вот оно в ствол пойдёт. Надо было подсушить для того, чтобы оно сильно далеко не шло. Но чуть-чуть это хорошо. Везде, где я ветки пропускала, там я ставлю эти пятна. И на этом работа будет закончена. Да, надо мне начинать, друзья, снимать больше видео. Потому что я тогда верну свой старый стиль. Потому что это, ну, совсем не мой стиль. Это стиль пленарщика. Почти окончено, но не окончено. Надо берег отдалить от воды. На мой взгляд, без этого, ну, никак. Начну вот с такого более светлого, тёплого оттенка, а потом веду более тёмный. Сильно влажно. Краски не хватает. Но у меня уже такой краски нет. Надо покупать. У меня здесь жжёная сиена. Меня когда спрашивают, какие краски больше у меня идут. Вот жжёная сиена идёт очень много. Ультрамарин много идёт. Я сейчас кобальтом больше пользуюсь, чтобы весь кобальт вымазать. У меня ультрамарин тюбики один за другим, а кобальт годами держится. Теперь мы вот здесь, наверное, я вот этой жёлтой, это жёлтая сиена, натуральная сиена, здесь проведу, чтобы они как-то соединились. Вот дно, это у нас как отражение. А потом ещё очень тёмно и сделаю линию рассоединения воды и берега. Здесь можно сухой кисточкой какие-то линии сделать. Такое непонятно, что тут, как будто какая-то чекамничья растительность. Мы даже не знаем, что это, но нам не важно. Да, вот так намного интереснее стало. Здесь видна на фотографии граница земли, а потом идёт растительность. Но я не хочу этого делать, мне вот так нравится. Я, может, больше немножко вот так полос проведу. А теперь тоненькой кисточкой давайте сначала ультрамарина возьмём, этого пакостного. Он, видите, распадается на камешке прямо. Теперь у меня тут такой тёмно-коричневый есть. Ещё ультрамарина. Ещё тёмно-коричневого. Вот такой непонятно серо какой-то цвет получился. Ну что, поехали теперь. Местами линия тоненькая. Местами её вообще нету. Всегда ближе к концу я всегда делаю очень тоненькую, прерывистую, почти незаметную. А потом ближе утолщаю. Нужно вот тут утолстить тоже, чтобы она была более привлекательная. А теперь уже неважно. Теперь просто тоненькую линию. Тут нам не надо, чтобы её было видно хорошо. Эта линия сейчас, она яркая, потому что она свежая. Вот сейчас утро следующего дня. И вот так выглядит эта работа. Уже совершенно высохла. На мой взгляд, получилось очень даже неплохо. Когда это всё было ещё влажное, я, честно говоря, думала, что будет выглядеть слабо. Но получилось неплохо. На этом я буду заканчивать моё видео. Спасибо вам всем за внимание. Всего вам хорошего. Удачи вам в вашем творчестве. И до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok